Уважаемые читатели, библиотека номер 10 имени Фёдора Абрамова округа Ворамина Фактория предлагает вашему вниманию видеопрезентацию о полезных травах, которые можно вырастить на своём огороде или на даче, и об их лечебных свойствах. Этот материал приурочен к Всемирному Дню Здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. Пряные травы Пряные травы – это подарок природы для естественного оздоровления человека. Кроме того, большое количество трав – отличная приправа к мясным и рыбным блюдам. Травы можно купить в аптеке или магазине, а лучше вырастить на своём огороде. Большинство лекарственных растений дикорастущие, поэтому они крайне неприхотливые. Так что на вашем участке им точно понравится. Но они ещё и красивые, так что их декоративную составляющую можно использовать в дизайне сада. Найти лекарственные растения несложно. Присмотритесь, что растёт за периметром вашего участка, что в ближайшем лесочке или поле. Корневища дикорастущих трав аккуратно выкопать и пересадить к себе на участок. Ну а садовые лекарственные растения можно посеять семенами. Вот какие универсальные лекарственные растения можно посадить на участке. Мята перечная и мята полевая. Никаких проблем при выращивании мяты у вас не возникнет. Единственное, что нужно сделать, ограничить территорию распространения этого растения. Можно прикопать в землю большой контейнер или ящик. Или ограничить какой-то участок с помощью шифера. Мяту можно размножить рассадным способом, посеяв семена в возможно более ранние сроки. А можно и делением куста, если это растение есть у вас или у ваших соседей. Мята перечная обладает желчегонным действием, а мята полевая спазмолитическим. Обе мяты также характеризуются небольшим расслабляющим эффектом. Мелисса Мелисса – это лимонная мята. Ее листья имеют аромат лимона. В отличие от мяты перечной и полевой, ее конек – это как раз расслабляющее и некоторое снотворное действие. Лушица Обязательно заведите это лекарственное растение. Это не только польза, но и великолепный аромат, которым вы будете наслаждаться у себя на участке. Лечебные свойства душицы – усиление секреции различных желез организма, в том числе повышение перистальтики и тонуса кишечника. Растения действуют достаточно сильно, поэтому душица не рекомендуется при беременности. В целом душица оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. Монарда Это красивое растение иногда называют бергамотом, поскольку запах листьев монарды копирует запах бергамота. Можно даже сделать чай с бергамотом своими руками, если смешать любой чай со свежими листьями монарды и подождать две недели, чтобы листья высохли и передали свой аромат чаю. Большинство считают монарду пряной травой, но она является также и лекарственным растением. Отвар или чай, в который добавлены листья монарды, очень полезен для пищеварения, но основное ее применение – кожное. Монарда лечит раны, кожные инфекции, а также является антиаллергическим кожным средством и помогает при экземах и псориазе. Тимьян Тимьян имеет множество разновидностей, но они сходны по свойствам, и ему место не только на альпийской горке, но и на аптекарском огороде. Для медицинских целей собирают облиственные веточки, собираемые в период полного цветения. Тимьян имеет бактерицидный и противогрибковый эффект. Девесил Это растение чем-то похоже на бузульник. Его желтые цветы собраны в крупные, немногочисленные корзинки 7-8 см в диаметре, а листья крупные, эллиптические. Растение высокое, до полутора метров высотой. Отвар дивесила снимает спазмы желудочно-кишечного тракта и усиливает образование желчи. Помимо этого, его применяют при хронических заболеваниях дыхательных путей, бронхитах и трахеитах. Шалфей лекарственный. Это полукустарник с многочисленными стеблями, с густыми, небольшими серо-зелеными листьями и колоссовидным соцветием, состоящим из множества светло-фиолетовых цветков. В народе его еще называют горлянкой. И действительно, он прицельно лечит горло. Настой листьев шалфея применяют при воспалительных процессах полости рта и глотки, в том числе и при ангинах. Кто не знает зверобой? И, кстати, достаточно декоративное растение. Есть даже специально выведенный садовый зверобой. Он крупнее полевого. Настой зверобоя применяют как вяжущее, дезинфицирующее и противовоспалительное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, главным образом острых и хронических колитах. А еще это хороший иммуномодулятор и отличный природный антидепрессант. Пользуясь лечебными свойствами зверобоя, нужно помнить, что нежелательно принимать настои из него в жаркие солнечные дни, так как трава эта светочувствительна, можно сразу обгореть. Календула лекарственная, ноготки. Календулу лекарственную часто высаживают на дачных участках в декоративных целях, в цветниках, бордюрах, модулях, в контейнерах. Но помимо яркой внешности, календула обладает рядом ценных свойств. Во-первых, это хороший антисептик. Отвар цветков можно применять при лечении порезов, ожогов. Также это отличное средство от стоматита и генгивита. Впрочем, о противовоспалительных свойствах календулы знают многие. Но не все знают, что календула является отличным средством от болезней желудочно-кишечного тракта. Гастритов, колитов, энтероколитов и болезней желчного пузыря. Отвар календулы также применяется при лечении сердечных заболеваний, сопровождающихся сердцебиениями, одышкой и отеками. Кипрей. Иван-чай. Высокое и яркое растение. Отвар иван-чая обладает транквилизирующим свойством наподобие валерианы, а также противовоспалительными и обволакивающими действиями вследствие содержащихся в растении танинов. Эффективно использовать отвар иван-чая при язвенной болезни желудка, гастритах и колитах. Ромашка аптечная не менее декоративна, чем ромашка садовая. Только этот вариант в миниатюре. Ну а уж если этой ромашки много, красота небывалая. Любые ромашки долго цветут, имеют повторное цветение и долго стоят в букетах. О свойствах ромашки, наверное, знают все. Она снимает спазмы и обладает антимикробным действием. А еще ее используют в косметических целях. Так отвар ромашки укрепляет волосы и немного осветляет их. Если умываться отваром ромашки, можно избавиться от угрей. Тысячелистник. Тысячелистник используется в дизайне сада в основном в своих цветных вариантах. Ну и обыкновенные белые, ничуть не хуже тем более. Если речь идет о дачной аптеке. Тысячелистник обладает кровоостанавливающими свойствами, а также влияет на отток желчи. У него есть определенные противоаритмические свойства при применении сока листьев. Будучи включенным в сборы трав, он усиливает их действия. Топинамбур. Топинамбур – это высокий цветок, в целом похожий на подсолнух. Еще его называют земляной грушей, потому что, в отличие от подсолнечника, у него съедобный корень. Точнее, особые образования – клубеньки. Из клубеньков топинамбура готовят очень вкусные блюда. И он хорош тем, что его урожай можно собирать и в ноябре, и даже в марте. То есть тогда, когда в саду еще ничего нет. Топинамбур имеет антидиабетическое действие. И хорош как для лечения, так и для профилактики диабета. Лимонник китайский. С ним, наверное, знакомо большинство дачников. Ведь он – прекрасный вариант вертикального озеленения для шпалер, заборов. Абсолютно неприхотлив и всегда красив. Листья, цветы, ягоды – очень декоративны. У лимонника китайского лечебные и ягоды, и листья, и корни. Ягоды имеют сильное тонизирующее действие. Рассказывают, что раньше коренные жители Дальнего Востока, уходя на охоту, брали с собой всего несколько ягод лимонника. И благодаря этому не знали усталости и могли не спать ночами. Поэтому ягоды лимонника в больших количествах есть не рекомендуется. Из корней лимонника готовят настойку в медицинской промышленности. Она продается в аптеках. Это тонизирующее и иммуномодулирующее средство. Но не все знают, что и листья лимонника имеют свойство повышать иммунитет. Поэтому их можно заваривать в сезон гриппа и простуд. Дорогие друзья! Выращивайте лекарственные растения и пряные травы у себя на дачных участках, в саду, в огороде. И будьте здоровы! Спасибо за внимание! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»